И всем здорово, ребятки, у микрофона как всегда, с вами был Play, и я продолжаю играть новеллу Everlasting Summer, бесконечное лето, мод, и я помню, что я теснилась прошлой ночью, и так, это уже вроде третий летсплей по этому моду, вот, так что, если ты впервые на канале, конечно же, подпишись на канал, лайк, поставь коммент, напиши, бери что-нибудь похрустеть, попить, приятного аппетита, просмотр, и мы погнали. Так, интересно, а где? Ну вот, а в головой, в разные стороны, я сразу же ответил на собственный вопрос. Юля спала на соседнем сидении, чему я бы очень рад. Я нагнулся к ней и попытался разбудить. Эй, Юль, вставай мы вместе в савенке. Она легонько отрела глаза, едва заметив меня, мило улыбнулась и с любовью обняла меня. Ром, мы и вправду здесь? А ты разве не узнаешь салон автобуса? Узнаю, разумеется, но может мы и не в лагере вовсе. Так, мы можем сейчас выйти и проверить воочию, пойдем. Пошли. Мы быстро и с улыбкой покинули Икарус. Все же мы здесь. Ага, и сегодня мы будем вместе исполнять желание какого-то счастливчика. Забыл. Не мы исполняем, а грехи. Ну да, тогда записывать. Боюсь, ничего этого не будет. Кто это сказал? Не знаю, но голос мне показался знаком. Тут из-за ворот вышли девочки-пионерки во главе с Рыжей. Так, это была ты. Я же говорю, что узнала голос. Да, это я, еще и все мы. Так, интересная развязка. А, и мы все рады, что у тебя создатель все более-менее наладилось. Не называй меня так, ты же знаешь, мы настоящими. Что, но ведь никто из вас не знал о личности создателя. Мы обманывали тебя, мы хотели, чтобы ты сам понял, что этим создателем является Юля. Прости, Ром, это я попросила девочек ничего не рассказывать про меня. Я ведь не знала, кто именно зайдет в мой внутренний мир. А хочешь узнать, как ты сюда попал? Похоть не надо. Прости, но ты меня самой... Самой... Самой такой сотворила. Ты хочешь или нет? Конечно, да. После того, как ты помог Юле после удара волейбольным мечом, у нее крыша немного поехала, и все ее мысли были лишь и тебе. Я удивился, Юлю покраснела. Ну и что в этом такого? Неужели ты боялась мне это сказать? Не знаю, не хотела, чтобы ты посчитал меня за глупую девочку, которую... Которую вскружили голову. Ха-ха, да меня это даже привлекает в тебе. Я нежно поцеловал Юлю в губы, и все девочки, кроме похоти, удивились. Вау, создатели только что поцеловали. Создателя только что поцеловали, я так завидую. Ну, я могу лучше. Да только, Роме, ты уж точно будешь не нужна. Ну, наконец-то. А то затолбала уже себя восхлавлять. Что, да ты хоть на себя посмотри, ведьма. А ну все, девочки, перестань ссориться. Какая разница, вы все равно больше не увидите ни нас, ни этот лагерь. Почему? Лицо у всех девочек снова стали грустными. Ром, ты помнишь, что мы и Савенок это лишь то, что происходит в голове у Юли? Разумеется. Ну и из-за этого новых путешествий в Савенок больше не будет, так как у Юли появился ты. Я не планирую вас забывать. Уже слишком много по моим меркам. Я прошла вместе с вами. А никто не говорит, что мы исчезнем из твоей головы. Мы просто уйдем на задний план. У меня были такие же мысли, пока я не уснул. Юля стала мутнее, стала мутнее тучей. Я не хочу отодвигать вас на задний план. Придется, наша задача выполнена. Ты нашла себе парня счастья. Вот в чем и заключалась твоя цель в создании этого лагеря. И нас в поиске счастья. Я обнял Юлю, и моей стало только хуже после этих слов. Неужели нельзя кто-то исправить это? Да уже от тебя зависит. Ты же дал ей то, о чем она так мечтала. Но так же ты можешь все это отобрать. Отобрать ты явно не из-за этого меня принимаешь. Из-за того принимаешь. Очень буду рада ошибаться. Кажется, нам пора прощаться. Вот к чему ты это сказала. Она права. Сегодня вы и мы без работы. Так что ваш сон пролетает быстрее. Тогда надо торопиться. Солодчи, с моих рук стало подходить к каждой девочке. Говорите всякие слова на прощание. Жадина, говядина. Знаешь, если бы я попала в твой сон, то точно была в твоем распоряжении. И тогда наявась бы до отвалу. Я бы тебе разрешила. Красавица, ты и вправду красавица, но я тебя создала лишь для других, ибо я никогда себя такой не считала. Да нет, ты и вправду красивая, хоть и не такая, как я. Спасибо. Уныние. Ты же знаешь, что тебе... Я выдумываю и нарисовал самый первый. Конечно знаю, Юль. Я был рядом с тобой задолго до Савенка. Да, было время, я тебя еще Леной назвала, ведь это имя созвучно с Ленью. Угу. Она... Они обнялись. Она обняла... Она... Они... Они обнялись, и потом мы пошли дальше. Значит, ты нас бросаешь. Нет, конечно, но тебе все равно не докажешь. А то ты и гнев. Возможно. Удачи тебе. Спасибо. Пока я тебе зависть. Совсем ты меня не жалеешь? Вон, парня себе нашла. Или прошла с ладонью по аквамариновым волосам зависти. Ну, успокойся. Ты же меня прекрасно знаешь. Даже ноку называла как от... Ну, купи. Я вас тут всех прекрасно знаю, и ты здесь самая добрая. И вот пришла очередь последней девочки. Похоть я... Да ладно, ничего не говори, я все понимаю. Тогда пока, Рыжик. Так уж получилось, что я более-менее сблизилась в этом лагере лишь с тобой. Я знаю, что сюда попал именно ты. Юль, можно мы обнимемся? Можно, конечно, с Рома не будет против. Да его никто не спрашивает. Сказала она, обнимая меня, а я ее. Береги ее. Теперь ты знаешь, на какие чудеса способен человек, лишенный любви. Я это и так понимаю, продолжаю понимать. Мы перестали обниматься. Ну, прощайте, девочки. Я не стала сильно разглагольствовать, ведь вы и так в моей голове и уже знаете ход моих мыслей. Хотя нет, прощайте, а до встречи. Не прощайте, а до встречи. Помните, я вас никогда не забыл. И треви включая, Юлию не смогли сдержать слез. Ну все, поезжайте уже, а то сон заканчивается. Мы с Юлией помахали всем на прощание и зашли в автобус, который сразу закрыл дверь и отправился в путь. Пойдем сегодня на последнее место. Как скажешь? Мы прошли дальше и сели. Что мы сейчас должны оба проснуться? Да, но каждый раз это происходит по-разному. Она прижалась ко мне и положила свою голову на мое правое плечо. Ты думаешь, я еще увижу это в лагере этих девочек? Я также обнял ее и поцелов в голову. Разумеется, твои мысли материальны. Да и к тому же я просто не позволю тебе не увидеть все это снова. Теперь она поцеловала меня, но уже в щеку. Спасибо, Ром. Ты у меня такой хороший. Потом мы решили поцеловаться в губы, однако после этого я уже ничего не видел. Была лишь непроглядная тьма. И тогда я понял лишь одно. Пора просыпаться. Все, это конец мода. Да, это конец мода, блин. А я думал, он еще больше будет хотя бы на час, там, игры на два. Ну ладно. Так, ребяти, все, это был последний летсплей по этому моду. Но, в принципе, мод такой прикольный. Я, правда, не совсем понял, типа. Это все нам вообще, в принципе, приснилось, что отматывая до выходных, что, типа, мы с Юлей никуда не ходили. Типа, мы ее спасли. Там, в первый день этого мода. Вот, в школе. Ну, как спасли, отнесли в медпункт, вот. С ней вроде все хорошо было, сотрясение было, просто уши. Вот, потом выходные начались. Мы, типа, просто спали на выходных, и это все нам приснилось. Либо мы действительно с Юлей замытили. Ну ладно. Ну, вроде это... Нет, это-то сон был, это понятно. Ну, ладно. Вот, в Кеноте, закончился этот мод. Ну, поставлю ему, наверное, 8 из 10. Прикольный такой. Но я бы еще продолжение хотя бы увидел немного. Ну, ладно. Ну, этот мод закончен, так что продолжения точно уже не будет никогда. Вот. Может быть, что-то похожее сделать или уже есть. Так что, конечно же, лайкос поставь, комент напиши, как тебе мод, вот. Играл ли ты в него. Я с тобой был с самого плей. Желаю тебе удачи, хорошего настроения. И по кусике до следующего мода. Так что, жди обязательно. Я следующий буду проходить. Всем пока.